Привет, зрители! Решила тебе обозреть одну штуку. Вдруг ты решишь купить себе венчик от Китфорд, которым молочко взбивают на капучинку. Но не в курсах, что это такое. Вот сейчас ты узнаешь, и я заодно. Он мне пришел в подарок за отзыв, ну вообще это прийдет за отзыв в Инстаграм на медленоварку, которую я для своей одной бабуси покупала. Я бы тебе показала полностью, как оно тут упаковано, но тут мой адрес, где моего адреса нет, там мой телефон. Он вообще пришел еще вчера, но как-то у меня не получилось его вскрыть, обозреть. Вот такой венчик, точнее вот такая коробочка. Венчик для взбивания КТ721, kitford.ru Люблю вспенивать молоко. Ну ты уже в курсе, зритель, если ты мой подписчик, или хотя бы, ну хотя бы вот вчера еще подписался, я там еще ролик уже выкладывала. У меня есть медленоварка, мной лично купленная, kitford, KT201020, хрен знает, не помню. Ну короче, на 2,5 литра, а из рабочих там 2 литра. Механическая. Потом у меня есть мной купленная кофемолка, которую как раз недавно обозревала, такой длинный такой ролик со всеми нюансами и подробностями. У меня есть чайничек в подарок за видеообзор медленоварки. Ой. У меня есть весы в подарок за отзыв на сайте, где покупала эту медленоварку. И вот теперь есть венчик для взбивания в подарок за отзыв в Инстаграм. Металлический корпус. Удобен в использовании, занимает мало места. Размер устройства, все время путаю радиус диаметром 20 на 204 миллиметра. Размер упаковки, вес, нет-то 30 грамм, вес брут-то 70 грамм. Вот. Сейчас мы его с тобой вскроем. Он, конечно, не зафольгирован, никак не заклеен, потому что это как бы... Ну вот, такое вот, kitford. kitford и цветы в танке. Это русская фирма, производство которой находится в Китае. У них завод в Китае, они как бы этого не скрывают. Но сейчас много кто что делает в Китае. У них довольно так это, как бы, добротно все это делается. Свой какой-то стиль, дизайн. Тут у нас бумажечка. Ай, печаль, печаль, магнитик не положили. Но у меня, кажется, магнитик кладут в чайнички, в некоторые медленноварки и в некоторые кофемолки. И гарантия. Гарантийный талон. Всегда что-то новенькое. Я тут со спины смотрю сначала. Люблю спенивать молоко. Инструкция по применению. Черно-белая. Обычно она там каким-нибудь цветным цветом. У меня к медленноварке была желтенькая. К чайничку и к кофемолке, которую я сама покупала. За 2055 рублей 50 копеек. Там у меня бонусы какие-то от сезона были. Так она чуть подороже стоила. Она была черно-фиолетовая. Вот так вот. Сама вот эта коробочка. Ну и медленноварка тоже была желтенькая коробочка. Медленноварка другая, которую бабушке покупала. Я не помню, какая там цветом коробочка была. Тут у нас общее сведение. Комплектация устройства, венчика, подготовка к работе, использование, чистка, обслуживание венчика, уход в хранениях, устранение неполадок. Технические характеристики, меры предосторожности, другие товары кейфа. Венчик для взбивания руководства по эксплуатации, гарантийный талон. Я не в курсе, есть ли тут батарейки. Но, возможно, их нет. Но такие, зрители, если ты покупаешь такой венчик и думаешь, что сейчас, вау, я его достану и буду сразу им взбивать. Тебя, походу, ждет облом. Да, нас с тобой ждет облом. Но я завтра кое-куда пойду, по возможности зайду в магазин в какой-нибудь и куплю батарейки. Вот тут как-то оно крутится. Я вообще не знаю, так ли это должно быть. Ну, в смысле, вот здесь вот оно немножко не до конца доходит. Открыть-закрыть. Во. Вот сюда вставляются батарейки. Видимо, пальчиковые. Тут немножко такая кривая вот, ну, такая вот, кривая штучка. Закрыли. И вот сюда он нажимается. Вот такой венчик. Китфорд. Выгравировано. А двух элементов ААА, умноженных на полтора ватт. Сделано в Китае. Номер 0,2, бла-бла-бла, ну и тому подобное. Ну и да, на призовые штуки ты не можешь ничего получить. Ты можешь их только, если хочешь, обозреть. Вот как я делаю. Ну, так-то с виду. Вроде ничего, такой венчик. Я ещё сегодня где-то была. А, нет, я сегодня нигде не была. Я вчера где-то была. Ещё думала купить батареек. Но так как была не уверена, какие конкретно батарейки, то не купила. Вот так и дела. Так что, зритель, если решишь купить себе венчик от Китфорд, сразу покупай батареечки. Ибо он без батареек. Но с другой стороны, на халяву и уксус сладкий, да? Ну, как бы венчик. Я чё хотела себе венчик? Ты, наверное, знаешь, зрители, у меня есть венчик, который мне подружка питерская подарила. Вообще она из Углича, но как бы живёт в Питере. Дочка маминой подруги, мы так как бы общаемся. Хотя вот последние полтора года получается, что только по сети. Как-то в реалии не получилось с ней пересечься. Не по моей вине. Ну и суть такая, что как бы... Она мне задарила капучинатора, он назывался, и у неё такой же был. Я им взбивала молоко. Но я тут занялась этими всякими. Мытьём волос мыльными орехами. И надо как бы мне всё-таки, думаю... Как бы совсем уж так круто было бы, чтобы один молоко взбивал и еду, а другой, ну, молоко взбивал, а другой взбивал бы вот эту мыльную хренотень. Пока что я одним справляюсь, мою его так тщательно. Но как бы мыльные орехи, они не оставляют никаких следов, чтобы можно было и... Нельзя было, допустим, этот инструмент использовать потом с едой. Но если мне вот приспичит что-то сделать такое... Не мыльные орехи, а, допустим, взбить какую-нибудь мыльную основу для нужного состояния или ещё что-то такое, то, что с едой не очень слегкано, то было бы круто, если бы было два венчика. Один под одно, другой под другое. Вот этот вот... Посмотрю, короче, какой из них. Но как он будет в действии, этот, наверное, я оставлю под мыльные орехи, а тот оставлю под молоко. Или посмотрю, какой из них лучше взбивает молоко, и тот и оставлю под молоко. Надо только батарейками запастись. Вот такой обзор небольшой. Потом в действии, может, отдельно засниму. Может так, просто даже на телефон засниму. Ой, я фиг тебе показала, зритель. Ну, пардон. Но, если что, вот так. Инструкция. Спасибо, Китворд, скажем так, за венчик. Спасибо мне, что я таки рискнула оставить этот отзыв в инстаграм. Я как-то не была уверена, что это действительно придет. Ну, и спасибо вам, если вы осилили сей ролик до конца. Пока. Не забудь поставить палец кверху.